очагов тв представляет здрасте доброй ночи вы из какого города из питера о питер вы культурная но культурный человек петер считается культурная столица в россии но так говорят по крайней мере а я как не поговорю с петербургцем как самые большие матершинники это петербуржцы слушать это это прям удивительно в питере найти человека который не ругается мату нет знаете надо потерять по возрасту вот и молодежь ругается очень сильно по всем городам и питер москва и вообще везде разные разные молодежь разное зависит от среды воспитания я честно даже не понимаю почему и так получается потому что вот даже моих ровесниц культурные женщины все хорошо это полные семьи ну почему-то дочки вот когда были маленькие по крайней мере очень сильно подросли из полностью так 16 лет как ты из 16-18 перестали перестали ругаться матом да перестали через какая такая младежная моды такая типа 12-16 не ну 12-16 здесь дети крайне редко попадаются я с ними вообще не очень разговариваю вот ну да 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 слушайте а вот вы слышали борцкий у вас там это плотина рванула говорят по грызуны прогрызли как вы думаете что за грызуны там были не знаю если честно никто не знает толком что там произошло директор строительной какой-то компании там местный сказал говорит единственное это прогрызли грызуны вы слышали да я слышал но не верится не знаю правда вот и я также подумал что может быть можно было какие там не знаю каналы правами допустим дал такой случай просто канал потом перекрывать когда они нужны когда нужны как открывать что вода уходил в каналы не норме но это это на любой дамбе есть заслонки просто если вода например если вода катастрофически быстро поднялся уровень эти заслонки могли просто не успевать пропускная способность меньше чем количество прибываемой воды понимаете знаете что это могут быть за грызуны я подумал знаете есть такой большой зеленый камнежуйчик грызун такой не знаете да бобер 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 песок песок и бетон не грызет насколько старой скорее всего как бы ну прохлопали но это это не камнежуйчик да был выдумывается не просто какие еще какие еще кто может прогрызать бетонный петок только большой зеленый камнежуйчик да он не причем сразу оправдать можно он не виноват и я думаю что это просто но кто-то проспал у нас же много на самом деле как бы людей которые занимают не свои места это не таковы и секрет получать а президент у вас занимает свое место или нет как вы думаете конечно президент у нас красавчик президент красавчик а те а те кого он назначает и те кого там далее назначают там все плохие но уже нет почему все ну большинство нет какую большинство почему в любой стране как бы есть люди грамоты есть играм но вы знаете когда человек на своей неграмотности ловится да проявляют в америке от мост недавно помните ошибли да нет виноват капитан судно который вы знаете дайте я закончу мысль капитан судно больше уже никогда не будет капитаном понимаете вне зависимости от того почему он так ошибся и так далее а у вас виновных не найдут все равно но никогда у вас никого не находят нет я в калифорнии живу а ну вообще не родом я и носи а у вас кстати в америке всегда всех находит ну ищут по крайней мере ищут да ищут конечно а если нет ищут есть очень часто находит иногда конечно не находят естественно но когда находят всегда всегда наказывают и вы знаете президенты в америке помните убили кинзе звали и потом его брат еще группы и нашли представляете никого ну было это когда когда было это когда и не раз еще повторится а почему вы думаете почему вы думаете что повторится потому что нет никакой демократии вы правда верите а почему вы думаете что нет никакой демократии вы сколько раз были в америке есть у меня подозрение что вообще нигде не были кроме россии я была много где но это вообще не имеет никакого значения если то что я думаю демократия анализирую просто обстановку политическую я приму демократии нет почему до каком основании вы сделали такой вывод ну посмотрите например байт у него вот сын байт уже вроде как-то него там какие-то дела заводили и куда все это делать уж там тип на путь какие там где-то оставлял кто-кто-кто заводил на него зима кто на него заводила ну значит никто не заводил еще лучше нет нет я вы сказали что у него кто заводил дела кто заводил тем более демократия процветает он наркоман он подставлял папу откуда откуда вы знаете что он наркоман что он поставлял папу это ваши же американские какие какие ответственные информации когда и что они но естественно естественно а я я могу так где вы взяли только от вам скобеева рассказала детали не разговариваю образно говорю скобеева коллективная скобеева весь ваш поток весь ваш поток информация это коллективная скобеева понимаете а у вас что у вас дошло постоянно это зеркало пищи у нас демократия и свобода демократия вас трампа вашего президента будущего который может быть какой какой телеграм что вы имели сейчас а вы вы на английском разговариваете да конечно да нет я читаю на английском я снимаю английском не читателю читача писатель но зачем вы меня оскорбляете я же вас не оскорблял я же вас не оскорблял зачем вы послушайте послушайте если рассказали от этого усиление смысла не происходит понимаете вы только показываете ваш уровень культуры низкий вот и все ну вот смотрите я тут говорю на политические темы профаном правда политики вы даже не можете вы даже не можете назвать источник какой из точек информации американские вы читаете давайте а какой вы читаете какой перечислить или какой ничего вы не читаете вы слушаете вы слышали звон и не знаете где он понимаете информацию вы сказали в интернете осмотрел источник назовите несколько источников назовите не несколько источников просто вот открываете любая хрень написана и вы этому верите да а на основании чего вы анализируете того что из 20 окна видно или на основании каких данных а вы на основании истории анализируйте что сын байдена что сын байдена наркоман да браво браво давайте я послушаю говорите дальше поговорить до конца уже давайте давайте я вас слушаю говорить вот какой ваш анализ ситуации на данный момент ну конфликта россии с украины пожалуйста скажите вы имеете ввиду войну что ли войну что ли ну да она слушает сейчас 15 тысяч человек давайте рассказывать а вас слушает 15 миллионов вас слушают а 15 тысяч а где вас слушают в вашем воспаленном воображении вас слушает 15 тысяч на каком канале вы знаете я я думал назвать этот ролик большой зеленый камни жучка называю балаболка из питера вы знаете сейчас сейчас я напишу балаболка из питера из питера балаболка из питера это будет название я думаю что это очень очень плохо вот что я думаю а вы что думаете я тоже думаю что это очень плохо вот вот а как как это остановить как вы думаете что нужно сделать чтобы это остановить предстать снабжать украину оружием хотя бы а чтобы россия захватила украину да это вы имеете а какое тогда отношение к снабжению оружия украины это имеет что вы умирали украинцы их убивают пачками их тысячами убивают каждый день кто кто убивает россия а то есть вы убиваете украинцев я согласен с вами но вы сказали что россия убивает украинцы убивает войска российские войска убивают украинские войска а за что за что они их убивают за то что они хотят просто свою власть применять она должна применяться а почему вы вы из чужой страны решаете что в другой стране какая должна быть власть кто ей дал такое кто ей дал такое право а вы читали такое постановление оон какое о чем постановление о чем вот я вам и рассказываю сейчас почитайте потом поищите если в любой стране происходит такая вещь когда фашисты начинают творить беспредел любая страна в составе ООН должна вмешаться в это дело и прекратить все а да а какой будет давайте вместе с вами почитаем какой пункт это какой пункт это борьба с фашизмом это это какой пункт в уставе ООН а вы не знаете так вот я набирал нет такого пункта вы врете зачем вы врете зачем вы врете вы врете смотрите если вы упомянули ООН дайте мне вставить два слова вы болите не даете вставить ни одного слова нет смотрите давайте так давайте говорить по очереди смотрите вы поговорили я вам хочу задать вопрос по поводу ООН вы готовы послушать или нет нет не готовы я вам вопрос хочу задать можно то есть вы обделались короче все да слива сливаетесь да я понимаю не потянули беседу я понимаю если вы не потянули беседу понятно дело что вы не хотите разговаривать ну что какой еще будет вопрос ну вот давайте просто подумаем вот просто ключи давайте смотрите вы упомянули ООН вы упомянули ООН сейчас вы молчите хотя бы две секунды ну подожди вы мне разрешили задать вам вопрос нет все время болтаете вы мне разрешаете вам задать вопрос сейчас нет не разрешаю а что вы хотите сейчас делать хотите мне посчитать политинформацию или что я хочу чтобы вы умолчаете диалог состоит так смотрите вопрос ответ ответ вопрос вы мне задали вопрос я вам ответил сейчас моя очередь вам задать вопрос вы понимаете что вы не бросаете без конца вы не слышите себя у вас есть ко мне вопрос задавайте я слушаю вы не можете слушать вы все время болтаете если у вас есть ко мне вопрос задавайте есть вопрос задавайте все рассказываю нато расширялась на восток потому что с востока идет такая коричневая угроза коричневая угроза виде виде фашизма неофашизм называется коричневая угроза времен советского союза со времен советского союза какого года что от какого года постоянно расширяется обрастает членами на всем протяжении вы знаете когда была холодная война между советским союзом и западным миром вот видите вот если вы знаете значит вы знаете ответ на этот вопрос правда что это что это до меня это не интересует мы говорим о сегодняшнем но зачем мы повторяли постоянно повторяете что я дурак я это уже услышал успокойтесь успокойтесь но не горите вы умеете спокойно говорить с холодная холодная война объясню вам всего она начала объясню все началось значит у холодной войны нету конкретной даты начала ее у нее нет конкретной даты начала если вы имеете ввиду карибский кризис то вы оставаетесь она началась задолго она началась задолго до карибского кризиса более того она она и не она и было еще и до начала второй мировой войны знаете когда началась примерно я могу сказать примерно когда началась вот это противостояние тогда когда советская власть свергла царский режим холодная война была между российской империи и америкой была холодная война а каким образом каким образом в те времена вообще могла быть каким образом холодная война могла быть вообще каким образом вообще в восемнадцатом веке в девятнадцатом веке каким образом в 18 веке могла быть холодная война мы с вами сейчас обсуждали вопрос когда началась холодная война причем вопрос задали вы алия вы не умеете мыслить лучше но поучите меня не наверное не умеют как выглубок а так не умеют ну давайте расскажите мне что такое холодная война не совсем но в том числе в том числе и противостояния но но нет нет в основном в основном это но поливе дайте дайте доскать ну что вы постоянно не можете рот закрыть значит это противостояние не просто противостояние а это и политическая и потенциально военная противость потенциально то есть угроза военного противостояния вот и такое холодная война то есть за холодной войной на холодной войной за холодной войной холодная война может идти между государствами которыми которые друг другу угрожают могут угрожать военным путем каким-то военным военной средой могут угрожать понимаете вот что такое холодная война тем не менее все равно противостояние это это ни о чем есть конкретно в чем выражается противостояние какое было какое между российской империи америкой было противостояние а между тем холодная война идет конечно конец основной 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 противник вы уже спасибо вы меня уже награждали этими эпитетами основным противником всегда советский союз называл именно америку не европу не англию тем более не францию он называл всегда америку поэтому холодная война основной противник холодной войне по заявлениям риторики всегда советского союза это была америка америка все не весь западный мир а практически исключительно америка если вы не знаете этих элементарных вещей вам надо взять букварь вам букварь надо взять почитать историю почитайте историю для младших классов вы знаете а и дикая совершенно верно вы дикари вот сейчас идет между дикостью и цивилизацией сейчас идет холодная война подожди тени не говорите одновременно со мной сейчас идет холодная война между дикими странами вот такими как ваша она стоит в авангарде всех диких стран и цивилизованными странами то есть это развитые страны европы но практически все это америка естественно там канада ну и так далее так далее по списку понимаете куда ты убежала но балаболка из питера вы знаете это не будет большой зеленый камнижуйчик это будет таки да балаболка из питера ладно друзья мне кажется ну показательный ролик смотрите начала нормально до культурная но когда она сказала что у них лучший в мире президент сразу понимаете ну просто уху так вот все я думал но неужели неужели попался человек а нет ни человек ни человек а пародия жалкая пародия на человека разумного попалась вот так вот ну чё-то это меня не удивляет на вас наверно тоже друзья не забываем подписываться распространять лайк комментарии обязательно друзья эти можно из 7 и более слов но так говорят что это засчитывает youtube вот это коротенькие такие да если вы начали писать вам же не сложно написать или слов правда можно очень коротенькие напишите там вообще ну просто если не хватает фантазии напишите там я я я я я я только раздельно да так виде там например здравствуйте я я я я я ну я образно кого-то что угодно пиши или я пишу 7 слов потому что так надо вот и пойдет будет зачитываться ну и конечно самые большие большие сторонники на патреон можете подписываться на патреон опять же булочки под каждым роликом если кто-то хочет подписаться его имя всплывает что он там заблокирован мне в личку на почту напишите на e-mail ваш этот самый как вы называетесь я посмотрю там если я найду вас в заблокированных вы сможете подписаться на патреон хорошо все друзья давайте всего хорошего и до новых встреч пока до новых встреч пока